Коллеги, партнеры, соратники. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Я рад вас приветствовать уже в 2019 году. Я надеюсь, что все набрались сил за новогодние праздники. Под всей души, друзья, поздравляю со всеми прошедшими новогодними праздниками. Я был на новогодних каникулах в поездке во Вьетнаме. Тоже немножечко расскажу, что я увидел в этой стране, что я пробовал. Это наш традиционный технико-экономический вебинар, который проходит по средам, который не только отображает новости, которые происходят непосредственно в компании, непосредственно в Skyway Capital и, собственно, описывает различные встречи, различные переговоры, но и мой личный взгляд на некоторые вещи. С этого вебинара мы будем также вводить нотку будущего, я бы сказал. То есть это будет рубрика называться «Взгляд в будущее». Я очень люблю анализировать и смотреть различные информационные статьи и тренды, которые сегодня появляются на нашем пространстве, и ассоциировать, естественно, их с проектом Skyway, потому что, как я и говорил 5 лет назад, так и сейчас повторюсь, проект Skyway необходим больше, чем 99% населения земного шара. Просто 1% еще об этом не подозревает. Ну и я могу вас поздравить, друзья, с замечательной, с крутой, не побоюсь этого слова, на YouTube-канале Hubble. Это одна из самых лучших презентаций, которые я видел. Пожалуйста, те, кто имеет под рукой ссылку, обязательно сбросьте эту презентацию, потому что новички, в первую очередь, им следует ознакомиться с этой презентацией, потому что там настолько все профессионально описано, что по-другому-то и не сказать. Это вся вводная часть, которую необходимо знать человеку, который только погружается в проект Skyway. Прошлый вебинар мой проходил 26 декабря 2018 года, и это было такое подытоживание, это был праздничный вебинар. Я могу сказать, что 2018 год действительно с фанфарами просто пронесся по планете Земля, если говорить про развитие проекта Skyway. И если говорить про наших недоброжелателей, про наших конкурентов, то далеко не все добились каких-либо очень серьезных успехов. Было множество скандалов с тем же маском, если говорить по Hyperloop. Мы узнали о том, что если бы мы в Дубае пришли раньше, чем, собственно, с маркетинговой подачей сделали представители Hyperloop, то ни о каких контрактах с Hyperloop и речи могло не идти абсолютно, друзья. Но слава Богу, и это огромная удача для наших арабских коллег, что действительно уже струна потихоньку начинает протягиваться в Арабские Эмираты. И этот год, он как раз таки будет ознаменован конкретно развитием в арабском мире. Я не исключаю тех возможностей, друзья, что будут введены жесткие правила ограничения. Вы, наверное, помните, как произошло в Индии непосредственно, когда были договоренности все с Министерством транспорта и были озвучены определенные контракты. Против нас началась заказная работа, профессиональная работа, я могу сказать, потому что многие статьи переводились просто на следующий день на язык хинди профессиональными переводчиками. И, собственно, команда копирайтеров составляла вот эту наглую ложь и грязь. И как только начались адресные проекты на территории Индии, то есть была встреча с Далай Ламой, Анатоли Эдуардовичем Юницкого, и озвучены, повторюсь, многие проекты, и велась работа по адресным проектам. Но, собственно, это эволюция наших стратегических инвесторов. Индии не посчастливилось быть первой именно в качестве тех, кто будет такими пионерами в мировом развитии проекта Skyway. И сейчас, на самом деле, недалеко индийскими корнями ушли наши стратегические партнеры, потому что это арабы-индусы. Это очень такая интересная смесь, и это интеллектуалы, это инфраструктурные лидеры бизнеса. Я могу сказать, что по дни из лучших на рынке арабских стран есть, собственно, Павел Скобиде. Вы помните, как этот молодой перспективный профессиональный дипломат пообещал нам золотые времена. Естественно, мы с вами, друзья, все ждем эти золотые времена, и они не могут начаться без технологии Skyway, потому что, собственно, и арабы на сегодняшний день очень сильно ждут лето. И в этом вебинаре я покажу первые такие инсайдные, неофициальные фотографии. Я обязательно сброшу ссылку на первые неофициальные видео, и это мне напоминает 2015 год, друзья. Это не то, что возврат в прошлое и какой-то возврат к примитиву, это возврат к истокам, друзья, но уже в совершенно других грандиозных масштабах, уже совершенно с другим финансированием, и уже совершенно с другими подрядчиками. Я думаю, таких ошибок, которые были совершены нашими подрядчиками на территории Котехнопарка Республики Беларусь, они не будут допущены. И, собственно, стройка. Мы будем видеть, как будут развиваться события на строительной площадке. Сегодня, возможно, да, кто-то может прийти, взять даже интервью по сети. Начали гулять интервью под строителей, даже не зная, кто эти люди, может быть, какие-то руководители строительной площадки. Не имею понятия, друзья. Это все неофициальная информация, и к чему я это все веду? Возможно, будут введены жесткие ограничения по поводу доступа на строительные площадки, потому что там сейчас даже контрольно-пропускного пункта как такового нет, и все только начинается. Но времени нам предостаточно для того, чтобы показать технологическое инженерное чудо уже к лету 2019 года. Я с нетерпением этого жду, друзья. Я думаю, что каждый из вас абсолютно так. Что-то нет звука. Коллеги, напишите, пожалуйста. Фуф, я аж перепугался, потому что, собственно, иногда такой поток мыслей начинается, что потом даже таким уже ораторам с опытом приходится перестраиваться. Но, друзья, с какими бы трудностями мы ни встречались, мы все абсолютно преодолеем. И я не исключаю тех новых правил для инвестиций в арабский мир, по аналогии, как было закрыто финансирование для индусов. Вы помните этот период. И это, если будет сделано, то есть мое пожелание, на самом деле, чтобы вот такие меры были введены, потому что это защищает наши инвестиции, и это защищает наш проект. Потому что огромная работа была проделана для того, чтобы это все произошло, друзья. Это неспроста. Это не работа трех дней, нескольких месяцев. Это работа больше, чем года. И, собственно, поставлена на кон репутация наших стратегических партнеров. И, собственно, шейх Аль-Мактум, также эмир и, собственно, наследный принц арабских эмиратов, двух эмиратов, то есть это Дубай и Шаржа, он также поставил на кон свою репутацию, уже упоминая в социальных сетях и в масс-медиа о презентации. И если вы думаете, что презентация была сделана на каком-то таком неграндиозном уровне, то, по ошибаетесь, это управление транспорта и городского хозяйства презентовало, вообще вот руководитель подразделений презентовал шейху нашу технологию. И я помню ту историю, когда наши арабские СМИ-партнеры, не получая визуализацию, просто сами смастерили репортаж, сами пустили в виде компьютерной графики наши подвижные составы. Но зачем их пускать в виде компьютерной графики, если сейчас уже все есть в реальности? И, собственно, в ближайшее время вот эта вот команда, по середине вы видите Павла Скойбеда, и, собственно, также другие стратегические партнеры, которых я не могу упоминать, именно как их зовут, то есть это только по официальной информации, когда она будет появляться, мы будем уже об этом говорить. Но это очень мощная команда. Еще весной началась вся подготовительная работа. Вы помните, какая действительно сумасшедшая просто логистика. Наш Юнибайк пережил это на себе, когда с Республики Беларусь нужно было доставлять в Арабские Эмираты. То есть в Прибалтике он на барже сел на мель, и далее нужно было доставить в Париж по суше, далее через Лексимбург нужно было попасть в Дубай. Это заняло огромное количество времени, и, друзья, с этой текущей логистикой нам придется мириться, потому что проект Skyway на сегодняшний день создает логистику нового порядка и совершенно новых масштабов, нового уровня. И я могу сказать, что в сентябре была перерезана ленточка как познаменование начала строительства представителей как Skyway Capital, так и Skyway Invest Group. Это наши дружественные партнеры, наши коллеги. И, собственно, сейчас я могу сказать, что никто вообще на сегодняшний день не имеет права заниматься привлечениями инвестиций, кроме таких инвестиционных площадок, как RSV Systems. С этого все начиналось 5 лет назад. Я совершил свою первую инвестицию, и чему несказанно рад, потому что тогда были действительно супер возможности, дисконт 1 к 1,5 тысячам. Сейчас это ушло в историю, друзья. Этого невозможно вернуть абсолютно. И так же, как ушло в историю абсолютно создание компании. Никто сейчас не может создать компанию, там, к примеру, Skyway Молдавия, Skyway Африка. Это нужно согласовывать с головной компанией. Тогда действительно были времена Дикого Запада, в начале развития корпорации, будущей транснациональной компании Skyway. И тогда можно было делать многие вещи, которые на сегодняшний день нужно согласовывать, и нужно думать перед тем, как что-то совершить и сделать. И, собственно, Павел является руководителем всего направления, что касается развития Skyway в арабском регионе. И, собственно, за это можем только пожать руку, потому что это огромная мужественность, огромная ответственность, валить на свои плечи такой маркетинговый, дипломатический, технологический, экономический, и, собственно, все фактически сферы затронуты по развитию проекта Skyway в арабском мире. И, собственно, мы в 2018 году в конце увидели первые визуализации. Это будущий мировой технохаб, это будущий мировой инновационный центр на территории американского университета в Шарже. То есть поэтому предшествовали и делегации, естественно, представители американского университета. Все увидели воочию, увидели своими глазами на экотехнопарке. И, собственно, с нашими стратегическими партнерами уже были установлены конкретные договоренности, каким образом двигаться дальше. Но многие визуализации, которые вы видите сейчас, они были под грифом «совершенно секретно». Это была абсолютно закрытая информация, которая сейчас обнародуется. Возможно, когда-то будут обнародованы имена, фамилии, должности наших стратегических партнеров. Сейчас абсолютно нам достаточно, что этим занимается Павел, что по Анатолию Эдуардовичу замечательные помощники. В конце 2018 года мы на премии вручения в Братиславе познакомились с Артуром. Это новый помощник Анатолия Эдуардовича Юницкого. Замечательный, профессиональный парень, молодой, намного моложе многих из нас, кто считается молодым в проекте Skyway. И это действительно профессионал с огромным потенциалом. Он сейчас непосредственно находится огромное количество времени с Анатолием Эдуардовичем Юницким. И, как говорится, одна голова хорошо. Даже такая голова, как у Анатолия Эдуардовича Юницкого, Леонардо да Винчи нашего времени. Но две головы, тем более взгляд с точки зрения профессионала в логике блокчейн, в логике именно глобального мышления в плане применения как блокчейн-экономик, так и социальных явлений. Не побоюсь этого слова. Этот профессионал и, опять же, дипломат поможет во многом. Я думаю, Анатолию Эдуардовичу Юницкому уже помогает. То есть я могу подытожить, что собралась очень мощная команда, как и людей, кто продвигал и продвигает на сегодняшний день проекты Skyway в арабском мире, так и, собственно, подрядчики, которые будут все реализовывать и все строить на территории Арабских Эмиратов. Выделена территория, уже фактически договоренность не только на 25 гектаров, но и на 250 гектар совершена договоренность. Это огромная территория. И это огромный и венчурный риск с точки зрения Шаржи, с точки зрения американского университета на территории Шаржи, с точки зрения всех стратегических партнеров, которые поставили на кон свою репутацию. Но так большой бизнес и большие дела и делаются. И, друзья, в конце 2018 года я вас предупреждал о том, что будут появляться псевдопроекты, потом вышла статья про мимикрию, то есть паразитирование на чужом бренде. И, собственно, вы видели, что события начали развиваться. Я буду придерживаться чисто кладнокровной точки зрения. Вы видели все письма и все письма претензий обращения Анатолия Эдуардовича Юницкого к бывшим партнерам Skyway. Собственно, я могу дать ссылки. И, если потребуется, будем разъяснять каждый из членов правления в личном общении, когда будем встречаться. Но познакомьтесь и посмотрите, пожалуйста, как с официальной позиции головной компании, то есть это непосредственно претензия Анатолия Эдуардовича Юницкого к Сергею Анатольевичу Сибирякову, так и с официальной позиции Skyway Capital по отношению к деятельности всего, то, что относится к Skyway, но уже в новом обличии. Потому что, действительно, тот, кто может развивать проект Skyway и привлекать туда инвестиции, эту возможность ухватил. И, действительно, это такое визионерство Андрея Ховратова, нашего коллеги, по привлечению инвестиций. Это, опять же, профессионал высокого уровня. И, да, в 2015 году можно было уже начинать работать в логике и в оболочке Skyway Invest Group. Сейчас только три инвестиционных площадки привлекают инвестиции. Никто иной на озвученных именно масштабных, юридически как-то обособленных пространствах и направлениях не может привлекать инвестиции. И, собственно, Анатолий Эдуардович дал четко понять, что не стоит использовать бренд Skyway. Можно развивать тем партнером, которые только отсоединились и по каким-то своим причинам пошли по другому пути развития. Можно развивать абсолютно любые технологии. Это никто не запрещает. Но, несмотря на то, что у нас каких-либо договоренностей по неразглашению конфиденциальной информации именно в логике Skyway Capital подписано не было. Все и так знают, кто сейчас в команде Skyway Capital, что можно разглашать, а что нельзя разглашать. То, если кто-то подсоединяется и уходит в свободное плавание, может развивать любые технологии, но не сопрягать и не связывать их с технологией Skyway. Больше на этом останавливаться, друзья, не буду. То есть поставьте плюсики от 1 до 10, насколько понятна позиция как Анатолия Эдуардовича Юницкого, так и нас, как членов правления, чтобы на этом не останавливаться, потому что просто не стоит отвлекаться и не стоит растрачивать те силы, которые нам очень-очень сильно понадобятся в 2019 году. И, друзья, с чем я могу сравнить вообще вот те неофициальные репортажи, которые на сегодняшний день уже появляются в Skyway, инновационном центре, я могу это сравнить, друзья, с 2015 годом. Это мой личный взгляд. И действительно очень замечательно, что в плохом качестве еще до начала масштабной грандиозной стройки начались даже какие-то непонятные интервью от строителей. Я не исключаю, что даже кто-то, пока не введены жесткие правила, может быть, имел попытку привлекать инвестиции через парабских жителей, может быть, даже строителей. Но, друзья, это все жестко будет пресекаться, и, естественно, правила будут очерчены очень-очень серьезно, потому что это то стратегическое направление, на котором сейчас сосредоточена фактически вся линия развития проекта Skyway и компании Skyway в 2019 году. И вы помните, как в июле 2015 года начинались инженерно-геодезические испытания, и, собственно, потом началась очень серьезная, очень масштабная стройка проекта Skyway. И я могу это сравнить только вот с подобными событиями. Друзья, кто-то говорит, что сейчас ничего не начато еще, и я могу сказать это с одной причиной, то, что подрядчики на сегодняшний день, я прошу прощения, это немножко насморк и приболел после вьетнамской поездки, и, собственно, тайфун меня не обошел стороной, поэтому, пожалуйста, имейте понимание. И вот то, что мы видим на фотографиях, далее вы просто не представляете, с какой скоростью будет развиваться стройка. Вспомните, насколько быстро при том финансировании, когда были установлены первые 19 промежуточных опор. Я могу сказать, что это произошло чуть более, чем за месяц. Но это при том финансировании, при той отработке технологии и, собственно, при тех подрядчиках, при том наборе персонала, когда еще не было 700 человек в ЗАО струнной технологии и не было сформировано на тот момент более 15 конструкторских бюро. Сейчас совершенно другая ситуация. Я думаю, я искренне надеюсь, что стройка действительно просто полетит. И к лету 2019 года мы абсолютно успеем, друзья, и все покажем, что от нас требуется. Как говорится, Анатолий Эдуардович это демонстрировал много раз в 2019 году. Мужик сказал, мужик сделал. И в инженерном плане Анатолий Эдуардович уже все абсолютно подготовил. И многое было создано и сделано. Что касается городского пассажирского модуля в роскошном исполнении. Что касается тех визуализаций, которые я показывал на предыдущем слайде. Все было подготовлено еще весной. Как говорится, сани готовь с лета. Но Анатолий Эдуардович начал готовиться задолго до официального перерезания ленточки в Арабских Эмиратах. И уже демонстрации всей этой активности в средствах массовой информации. И, собственно, сейчас мы ждем уже поставки, когда наконец-то доедут и подвижные составы, и части эко-дома. То есть, да, в конце декабря-январе 2019 года декларировалось, что будет установлен первый в мире эко-дом. И так оно и будет, друзья. Потому что все уже в пути. Как смонтировать, как все сконструировать. И, собственно, как максимально быстро добиться результата. Все уже было рассчитано и все было согласовано заранее, друзья. Сейчас мы испытываем чисто логистические проблемы, которые испытывает на сегодняшний день весь мир. Вы помните, что я говорил про Африку, что существует дорога, которую, казалось бы, можно преодолеть за несколько десятков часов. Но скорость логистических перевозок там вообще ниже, чем идет пешком человек. Естественно, наши части будущего мирового инновационного центра, прокат стали, все части сборно-разборных конструкций. И, собственно, все, что привозное, сейчас испытывает эти логистические трудности. Но, друзья, для того, чтобы их убрать и абсолютно от них избавиться, для этого и нужно построить проект Skyway. Поэтому мы прошли это в 2015 году и мы с намного большей скоростью просто пролетим это в 2019 году. Кто так думает, друзья, опять же, ваши эмоции будут не лишними в чате, потому что, естественно, те, кто будет смотреть наши вебинары, будут также смотреть и реакцию в чате. И реакцию в чате абсолютно никогда у нас не подделать было. Чего не скажешь о наших недоброжелателей. Я могу сказать, что в ряде телеграм-каналов были произведены голосования, что будет ли скам проекта Skyway. То есть это вообще просто какой-то бред, который себе можно представить. Как может быть скам у той технологии, которая перевернет весь мир. И, собственно, 86% проголосовали, что проект Skyway будет развиваться, будет реализована стройка в Арабских Эмиратах и все будет хорошо. Чего администраторы, видимо, и причем администраторы, это наверняка шестерки, не ожидали. И они пошли дальше, они запустили специальный сайт, то есть StopSkyway. Не заходите, пожалуйста, со своих уникальных IP. Обязательно мы расскажем в будущем, как нужно заходить. Обязательно в приватном режиме запускайте эти ссылки, если выйти. Но просто огромное количество информации, предвосхищая крайний слайд, который будет на сегодняшнем моем выступлении, будет появляться от наших недоброжелателей. Я не знаю, кто это. Команда Виктора Узлова. Либо конкуренты на более серьезном уровне, которые понимают, что мы на сегодняшний день развиваемся непосредственно через ту революционную, эволюционную схему развития, которую только-только начали недавно применять корпорации. Это применили Uber, это применили Lyft и это, собственно, применяют даже те биржи, которые запускаются, криптобиржи, которые запускаются на территории Республики Беларусь. Это сетевое построение корпорации, как я называл это в 2015 году, если не ошибаюсь, ввел такую терминологию. И на самом деле Skyway строится не через сеть. Это более серьезное социальное явление, которое будет связано и через блокчейн-экономику, и блокчейн будет использоваться в Skyway и для максимальной безопасности. На этом вебинаре мы также безопасности уделим максимальное внимание, потому что, собственно, на это делают упор наши конкуренты в будущем. На этом вебинаре вы узнаете мое видение, а кто на самом деле является реальными конкурентами нашего гиперскоростного транспорта, который Анатолий Эдуардович Юницкий 40 лет назад, уже представьте, более 40 лет назад он описал концепцию гиперскоростного перемещения как часть. Как часть УТС, как часть общепланетного транспортного средства. И многие говорят, что вы хотя бы достроите Skyway, вы запустите на рынок. Анатолий Эдуардович уже запускает программу общепланетного транспортного средства. Я абсолютно его в этом поддерживаю. И, собственно, честь и хвала Хаббл, что не боится размещать и не боится каких-то негативных заказных комментариев под своими видео. Уже более 65 тысяч просмотров. Это ничего, друзья. Это абсолютно ничего. По сравнению с тем, что маленькая девочка на одном из конгрессов рассказала, что многие правители, многие государства сейчас бездействуют в плане развития мировой экономики, в плане решения проблем изменения климата. Анатолий Эдуардович не просто как-то речью это говорит, он говорит конкретно, как инженерно, как экономически это решить и как сохранить планету для наших будущих поколений. И с этого и нужно начинать, друзья. Потому что это вектор развития, это то, чего нет ни у одной корпорации мира на сегодняшний день. Не просто создать инновацию, не просто создать транспортную услугу, как сделал Uber, но и иметь вектор развития на долгие и долгие десятилетия. Это отличает проект Skyway от многих проектов, которые сейчас появились на пространстве интернет. И, собственно, многие вещи, которые Анатолий Эдуардович замечает, вы видите, как даже на визуализации, вот я рекомендую просмотру всем видео, очень классное, найдите на официальных ресурсах. Чем ознаменовался 2018 год в плане развития проекта Skyway. И в конце там представлена просто сногсшибательная, на мой взгляд, визуализация. И там уже представлены совершенно другого вида станции, высотные здания. И, собственно, постоянно технология Skyway развивается. И если ранее было второе поколение струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть это ZIL, далее мы третье, четвертое поколение. Сейчас уже пятое, шестое, друзья, появляется. И, собственно, это намного более серьезные поколения, чем выпустить новую модель Apple или Samsung. И поэтому в 2019 году перед выходом нас на мировой рынок будут просто супермасштабные глобальные информационные атаки. Потому что сейчас даже противоборство между ведущими государствами происходит не только на поле боя, но и в информационных полях. Поэтому мы должны держать оборону и максимально быть бдительными для того, чтобы выдержать этот натиск информационных атак и защитить оборонцев, которые только будут присоединяться к проекту Skyway. А инструментов у нас масса, друзья. Я могу сравнить, собственно, наш проект. Недавно посмотрел Т-34, замечательный фильм, немножко отвлекусь, если кто-то заскучал. И там показывается, как всего лишь один танк поборол действительно атаки множество немецких танков. Так вот, все атаки наших конкурентов, наших недругов, недоброжелателей мы переживем в 2019 году. Я не просто уверен, я это вижу, друзья. Но, собственно, об этом, я думаю, уже хватит. И перейдем к моей вьетнамской поездке. Я неспроста заболел, друзья, то есть и не с целью отдыха я ехал во Вьетнам. Я хотел испытать вообще вот это вот ощущение, каким образом испытывает комфорт, некомфорт при дождевом, при дождях, при сильных порывах ветра человек, когда перемещается на фуникулёре. Во Вьетнаме, в Ничанге, самая большая трасса, то есть больше трёх километров. Я могу сказать, с небольшой скоростью мы перемещались с одной части суши на другую. Винперл, кстати, очень серьёзный инфраструктурный деятель, который начинал свою деятельность с обычной лапши быстрого приготовления. Это выходит с Украины, но вьетнамец по своим корням создал действительно целую инфраструктуру на острове развлекательного масштаба. Это можно сравнить с Диснейлендом. И, собственно, огромный поток людей перемещается с одной стороны суши на другую. Я заметил одно. Я заметил огромнейшие очереди. То есть это тысячи людей, которые ожидали своей очереди, чтобы переместиться в Винперл Ленд. И, друзья, это транспортное решение. Я официально испытав на себе, заявляю, что оно не решает абсолютно пассажиропоток, который сейчас сформировался. Он будет ещё больше. Да, более трёх километров находится трасса. Это крупнейшая в мире вообще трасса, соединяющая части суши. И, собственно, я испытал дискомфорт, реальный дискомфорт. И мои друзья испытали страх, когда фуникулёр остановился. И мы некоторое время просто провисели в воздухе в непонятках, что произошло вообще. И представьте, раскачивает вот так вот нашу фуникулёрную вагонетку. Я не назову подвижным составом, потому что язык просто не поворачивается. Назвать подвижным составом. Но, слава богу, потом всё поехало. Но это абсолютно неэффективное решение той задачи, которая поставлена перед перемещением множества людей на Винперл Ленд, на территорию этого замечательного развлекательного парка. Собственно, ещё, возможно, появятся и точки соприкосновения с инфраструктурными инвесторами Вьетнама. И, собственно, вы знаете, что Вьетнам сейчас выбился в рекордсмены инвестиций. И в конце 2018 года миллионы долларов только Вьетнам привлекал. Я не побоюсь этого слова, друзья. Это огромные показатели и честь и хвала тем вьетнамским первопроходцам, которые ещё до конференции начинали... Да, вот начинается активность в чате. Друзья, фуникулёр – абсолютно неэффективный способ передвижения. И наш спортивно-туристический транспорт, юнибайки, абсолютно заменят, на мой взгляд, этот вид перемещения. Лыжники, собственно, все будут пользоваться транспортом Skyway, потому что его, на самом деле, намного дешевле построить, эксплуатировать. И этому, кстати, будет доказательство, друзья. Потихоньку, но движется наш проект Сан-Бернандино. Я думаю, что Владимир Маслов, Франтишек Солар с нами поделятся. При встрече с 26 декабря по 29 декабря будет конференция и презентация такого уже международного масштаба по системе дубликации от Франтишека Солара. То есть, коллеги, также дайте, пожалуйста, анонс, у кого есть под рукой. Это будет замечательная, очень серьёзная собака. На нём можно будет как задать вопросы, так и ознакомиться со всеми новостями именно в видении развития Европы, развития Вьетнама, потому что наши вьетнамские коллеги уже там. И многие желают развивать проект Skyway, но не знают, как дублицировать. И, друзья, там, естественно, мы всему научим. Так вот, с чем я ещё столкнулся во Вьетнаме, друзья, из-за чего простудился? Вы, наверное, из СМИ, из раздутых новостей, знаете, что серьёзнейший за 56 лет ожидался тайфун на территории Таиланда. И, собственно, он докатился не всегда такого цвета, на самом деле, Южно-Китайское море на берегу Ничанга, оно более прекрасного цвета. Но с Филиппин всё докатилось, и вот этот тайфун также застал врасплох и Вьетнам. Я, путешествуя по стране, увидел множество вышедших за свои территории и водных ферм, и рисовых полей абсолютно залитых. И в этом плане я рекомендую всем ознакомиться и всем вспомнить при развитии Азии с тем, что Анатолий Эдуардович и Михаил Кириченко говорили непосредственно уже несколько лет назад. Это Skyway как идеальный транспорт для развития в экстремальных условиях. Действительно, это так, друзья. Потому что, да, укреплялись и отели, и кафе, и готовились к очень серьёзным последствиям по азиатской территории, власти Таиланда, власти Вьетнама. Я ещё ощутил на себе, и когда перемещался, я намеренно, друзья, на самом деле поехал за день до предупреждения о тайфуне, потому что другой возможности испытать этого не было бы. И, собственно, это, повторюсь, абсолютно неэффективный в экстремальных погодных условиях способ передвижения как в условиях зимнего периода года, так и в азиатских странах, да где бы там ни было. И вы знаете, что на различной высоте могут быть расположены наши опоры. Это такая уже устаревшая визуализация, но другое, к сожалению, не нашёл. Что касается цунами, что касается селий, что касается оползней, что касается тайфунов, про технологию Skyway непосредственно в полной мере это всё решает. И я думаю, что даже станции, даже высотные здания, они будут строиться по совершенно другой технологии, дабы даже 10-метровые волны не смогли остановить туристический сезон, какой-то жизнеобеспечений и напугать туристов. А у многих стран туристическое вообще направление составляет огромную часть их экономики. Естественно, пока не появился Skyway, потому что Skyway даст возможность вообще развиваться и повышать экономический потенциал всем странам, даже которые находятся далеко от туристических регионов, от прибрежных зон, от международных морских портов. Все получат возможность экономического развития. И об этом, кстати, была дискуссия с нашими киргизскими коллегами. Я заранее извиняюсь, так как достаточно долгое время займет просчет адресных проектов, потому что отдел департамента адресных проектов Skyway Capital сейчас сосредоточен над европейским направлением. То есть это Эстония, это Таллинн, которые ведутся уже достаточно долгое время. И над первым связанным проектом в горной местности это проект Сан-Бернандина. Очень интересные переговоры были у Шандера, у Дэниела, у Анатолия Эдуардовича Юницкого, у Надежды Геннадьевны Косаревой и, собственно, у Владимира Маслова, у Франтишка Солара буквально на днях. Подробности осветит уже Владимир на своих вебинарах. Обязательно рекомендую посещать вебинары не только мои по средам, но и Владимира, потому что совершенно другая призма и совершенно разный взгляд, как и в категории именно видения в проекте Skyway, так и непосредственно возраста. То есть мне 32 года, а Владимир фактически меня старше. И, друзья, я не удивляюсь на самом деле, почему во Вьетнаме огромное привлечение инвестиций. Потому что они ассоциируют проект Skyway непосредственно с решением их насущных задач и насущных проблем. Потому что я увидел, что у них в порядке действительно обычной жизни надевать дождевики на весь скутер. Вьетнам – это территория не тук-туков, как на территории Индии, Индонезии, а именно мотоциклов, скутеров. То есть их там действительно просто миллионы подвижных вот этих вот мобильных устройств, я могу сказать. И далеко не безопасная обстановка на дорогах. Но, друзья, опять же, Skyway призван решить все, призван абсолютно не менять стиль жизни в очень неблагоприятных погодных условиях. И вьетнамцы это ценят, оценивают. И они видят, что это решает их задачи. Это делает жизнь их более комфортной. И спросите у любого вьетнамца, он инвестирует не только по причине того, что непосредственно будут акции в будущем расти в цене и распределяться часть дивидендов. Но и ввиду того, что это близко им по духу, без технологии Skyway Вьетнам просто элементарно будет жить по-другому. И вот это, что вы видите на визуализациях, я это увидел, перемещаясь по стране. Я не доехал до Сайгона, до Хошамина, но именно в сейской местности все это я увидел. И поэтому вьетнамцы и инвестируют, друзья. На самом деле я могу поделиться с вами еще одной новостью, которая меня просто потрясла. Потому что вы знаете, что китайцы своим образом относятся к технологии Skyway. И более того, я могу сказать, что они ищут решения, как бы применить те принципы и те инновации, которые применяет Анатолий Эдуардович Уницкий, но уже в своих технологиях. Естественно, у них Skyway какой-нибудь свой исковерканный не получится просто создать, так как кишка тонка в плане инженерном. Иначе бы уже создали. И, собственно, вы видите, что китайцы к нам не приезжают с делегациям, с телевидением для того, чтобы изучить технологию Skyway. Потому что наверняка считают нас оппонентами, считают нас конкурентами. Но всему миру подарила планета Земля, собственно, самое крупное месторождение редкоземельных металлов. И многие задавали вопрос, каким образом можно вообще на десятилетие, может быть, даже на столетие рассчитывать на развитие технологии Skyway, если уже в плане производства аккумуляторов, в плане создания сферы электроники, гаджетов, устройств. На сегодняшний день уже редкоземельных металлов не хватает. Но на самом деле на территории Японии. И вот эту статью я рекомендую всем посмотреть, друзья, потому что это меня просто не то, что поразило в какой-то шок. Это еще раз доказало, что на самом деле проекту Skyway со всех сторон помогает судьба, вселенная. Как это назвать, я не имею понятия. Но представьте, что в конце декабря японцы приехали и посмотрели нашу технологию, разместили на своем телевидении, независимое, либо государственное телевидение. Не важно, японцы увидели. И на территории Японии открыто самое крупнейшее месторождение редкоземельных металлов. Сейчас будет решаться, каким образом осваивать это месторождение. Оно находится на берегу и многих видов редкоземельных металлов хватит просто на столетие. Вы можете себе это представить, друзья? То есть это хватит вообще до реализации ОТС и каких-либо ресурсов не потребовалось бы. Собственно, сейчас планета Земля уже подарила эти ресурсы и человек открыл. То есть ничто не остановит в плане какого-то недостатка редкоземельных металлов. Потому что наши партнеры, японцы, уже открыли это месторождение. И когда я разместил свою новость в сетях, многие говорили, да, это вредное производство. Но, друзья, естественно, все будет уже развиваться в плане стратегии решения проблем по изменению климата. Потому что это сейчас видят и слышат все. Поэтому более 600 тысяч просмотров было у маленькой девочки, которая на публичную большую сцену заявила, 15-летняя девочка заявила о том, что нужно решать климатические проблемы и почему вы бездействуете. Люди действительно понимают, что наша планета может прийти в точку невозврата. И с этой точки зрения я абсолютно уверен, что когда Анатолий Эдуардович запустит именно развитие финансирования гипер-ю, общепланетного транспортного средства, собственно, не будет никаких проблем с финансированием. Потому что человек и люди со всей планеты Земля будут подкрывать это, ассоциировать это непосредственно с самими собой. А когда человек ассоциирует со своей жизнью, это дорогого стоит. И уже цель не только в получении инвестиций, естественно, у нас с вами такая цель у всех есть, но и с более глобальными масштабными целями. И, как говорится, тот бизнес будет крупным и крупномасштабным, который даст максимальную пользу человечеству. И многие в комментариях отмечали после уже более обширного выступления, интервью Анатолия Эдуардовича Юницкого в Братиславе после вручения премии мира, как можно было не пойти за таким человеком, который не гонится за какой-то сиюгодичной прибылью. Что я могу сказать по маркетологе, тоже профессионале своего дела, Илоне Маске. Но, собственно, я могу сказать, что корпорация Тесла как раз рассчитывала на сиюгодичную прибыль. Анатолий Эдуардович же мыслит на десятилетие. И он выстраивает стратегию, которой прислушиваются уже арабские страны. И действительно правители, мировые правители, не побоюсь этого слова. И многие задают вопрос, друзья, а кто будет конкурентом гиперью? И тут взгляд в будущее. Это, так скажем, мое видение. Я не буду называть это визионерством, футурологией. И вообще слово футурология, оно немножко неправильное, на мой взгляд. Потому что Анатолий Эдуардович, он настоящий визионер. Он не футуролог. Футуролог – это тот, кто говорит, закрепляет свою точку зрения, но не может повлиять на исход события в плане применения инженерной технологии и в плане действительно какой-то модернизации, изменения той сферы, в которой он выстроил прогноз. Анатолий Эдуардович как раз таки визионер. И мой скромный прогноз, мое скромное видение, что на самом деле настоящие конкуренты сейчас, в том числе технологии Skyway, это такие мировые гиганты, как Rolls-Royce, Airbus и Boeing. Вы помните, что Анатолий Эдуардович Юницкий в 2014 году еще сказал, что мы создаем самый крупный бизнес на Земле. Все, что не смогли сделать за всю историю развития вместе Ford, Steffenson и Boeing. Остановимся на Boeing, друзья. Boeing на самом деле сейчас позиционирует и маркетингово максимально раскручивает концепт. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей. Гиперскоростного перемещения, но с какой точки зрения? Когда перемещение превышает в 5 раз скорость звука. Скорость звука это примерно 137 км в час, 1234 км в час, если не ошибаюсь. И вы знаете, что более 1000 км в час будет способен достигать концепт гипер-ю, который Анатолий Эдуардович представил в логике Мирового инновационного центра Арабских Эмиратов. И, собственно, сможете наше здоровье вообще осилить и как-то пережить вот эти многочисленные перелеты. Да, представим, что этот гиперскоростной самолет появился. Boeing только заявил об этом. И они говорят, что через 20 лет они это продемонстрируют. Через 20 лет просто до неузнаваемости изменится сфера применения в гиперскоростном перемещении. И, на мой взгляд, как раз-таки самым главным лидером по достоинству может стать концепт гипер-ю. Гиперскоростное перемещение как в воде, так и над водой. И, на самом деле, это отработка технологии перед созданием малых моделей, а затем уже в крупном масштабе частей общепланетного транспортного средства. Если говорить про Rolls-Royce, они заявляют, что через несколько лет продемонстрируют первый в мире семейный электросамолет. Друзья, я могу сказать, что система хранит в себе очень много тайн. И какая бы это ни была современная система управления, но за 2018 год произошли некоторые аварии, которые покрыты мраком. И, несмотря на суперсовременные системы управления, с помощью джойстика, электронной связки, а не через провода системы управления Boeing, все равно катастрофа и аварии случаются. Друзья, зачем стремиться в небо, если можно перемещаться над землей в абсолютном комфорте и безопасности? Мое видение, что скоростным семейным электротранспортом станет Unilet и, собственно, выиграет эту гонку перед Rolls-Royce. Я не говорю в этом плане перед Сапсаном, перед Симонсом, перед Тежави, потому что там все-таки не семейный электромобиль, электроподвижной состав. И, собственно, я уж не говорю про то, что система автоматизированного управления, наши подвижные составы абсолютно автономно будут перемещаться, это настоящие транспортные андроиды. Чего не скажешь об концепте Rolls-Royce, чего не скажешь о концептах Boeing, Airbus. Сейчас начинают как раз-таки те корпорации, которые понимают, что на сегодняшний день с огромными трудностями и, в первую очередь, с затратами сталкивается внедрение скоростного транспорта. Они метят на гиперскоростной транспорт, но они не догадываются, что гиперскоростной транспорт из каких-либо инженерно-несостоятельных концептов в Hyperloop действительно уже существует в инженерных расчетах. Пока не существует в реальности, но в 2020 году, я думаю, что мы на 17-15 лет опередим Boeing, Airbus, когда они только-только представят в промышленном исполнении концепцию гиперскоростного перемещения. Естественно, гиперскоростное перемещение – это то, что необходимо также создать вслед за скоростным перемещением. И что действительно отличает корпорацию Skyway, я часто буду произносить это слово, корпорацию, действительно развивающуюся с помощью сетевого построения корпорации, хотя тут еще более социальная глубокая составляющая, это то, что действительно Skyway охватывает фактически все сферы транспортно-инфраструктурных услуг, начиная от подвижных составов и заканчивая созданием станций, целых линейных городов и, собственно, уже выходом на общепланетное транспортное средство. Чего не скажешь о наших конкурентах. И, друзья, я называю действительно «да» конкурентами, потому что HyperU и Boeing, Airbus, Rolls-Royce – это настоящие конкуренты. И посмотрим, время рассудит, кто выиграет эту гонку. Поставьте ваше мнение в комментариях, в чатах, чтобы те люди, которые будут только-только смотреть наш вебинар, немножко заглядывали в будущее и немножко думали, а куда они вообще на сегодняшний день инвестируют и какой возможности в 2019 году может действительно и не быть. И я могу сказать, что почему японцы наши друзья и наши коллеги, почему не китайцы. Вот вам конкретный пример зонда Rotary Train, то есть корпорация, железнодорожная корпорация Китая, железнодорожного транспорта. Я с ними, кстати, общался в 2015 или 2016 году, если не ошибаюсь, на иностранце, общался с руководителями подразделений, дал им брошюры, информацию. И, собственно, не было никакого ни ответа и привета. И вот понятно почему. Потому что они проводят свои какие-то внутренние конкурсы и выбирают те концепты, которые, собственно, существуют на сегодняшний день только в картинках. И, естественно, они попытаются как-то использовать вот эту нишу транспорта второго уровня и создать что-то свое. И, друзья, я не исключаю, что с Китаем будет более сложное отношение, чем с Японией. Но раз в Японии самое крупнейшее месторождение редкоземельных металлов, мы лучше с ними будем дружить, чем с китайцами. На самом деле ни с кем не спорит технология SkyWay. Мы объединяем мир, а объединять мир – наша работа. Строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Ну, друзья, вот такое видение. Я надеюсь, свежий взгляд уже в 2019 году от меня. Поставьте по традиции от 1 до 10, насколько вам интересна эта информация. Кстати, я рекомендую всем, друзья, кто сопрягает свою работу. Я не побоюсь этого слова, потому что это наша работа. Это наш фронт работы, потому что в 2019 году придется воевать, придется отстаивать еще больше позицию SkyWay перед нашими конкурентами и недоброжелателями. Обязательно прокачивайте свое ораторское искусство, находите тренеров, записывайтесь на занятия. Потому что, друзья, я тоже пошел даже на такие тренинги. Настала пора переучиваться от той депутатской школы, по которой я взращивался уже на более серьезные аспекты эко-риторики, чему я и начал учиться, развивая и продвигая технологию SkyWay, эко-технологии по всему миру. Эко-риторика не будет лишней. Ну а сейчас, друзья, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. ERSS3. Я ждал этого вопроса, друзья. На самом деле, все более чем подробно описано и рассказано непосредственно в официальной новости. И многие задают вопросы про дивиденды. Естественно, раньше было примерно 49% акций B-класса. И сейчас привилегированных акций B-класса становится больше. То есть больше 60%. Ну и задайте себе вопрос, будет больше или меньше дивидендов. Это зависит от того пакета, которым вы обладаете. Поэтому, друзья, я каждый месяц докупаю акции в будущем. И на сегодняшний день это обязательства, которые с помощью схемы конвертируемого займа реализуются через институционные площадки. И буду докупать до закрытия корневой компании. Чем больше ваш пакет, тем больше прибыль. Ну и я всегда говорю, что на самом деле я в своих мечтах, в своих снах вижу одно. Чтобы мы ориентировались не на дивиденды, а на стоимость за одну акцию. Чем больше будет стоимость акции, собственно, кто-то по необходимости будет продавать. Раз купил домик, раз купил машину новую. Но огромную часть мы будем оставлять. И, друзья, я могу отметить такое уже социальное явление, когда многие инвесторы, это обсуждение началось в чатах, готовы жертвовать. 10% это закон благосостояния, общепризнанный, общеизвестный. 10% своих акций в специальный фонд, этого фонда, естественно, еще не существует на развитие общепланетного транспортного средства. Это действительно уже, я могу сказать, не просто инвесторы, а не побоюсь этого слова, народ мира Skyway. Поэтому, да, действительно, прилегированных акций стало больше, соответственно, людей становится еще больше, дивидендов, по идее, становится меньше. Но с учетом того, что ERSS 3 был создан в логике развития стратегических проектов для наших крупных инвесторов, демонстрация связанного проекта, это плодит и рождает огромное количество новых проектов, которых у нас не было ранее в обоиме, на десятки миллиардов. И взвесьте вот эти весы, либо, соответственно, у нас был бы один ERSS 2, не было ERSS 3, либо компания благосклонно выделяет в новую часть привилегированных акций, но общая прибыль компании в будущем будет больше. Я, если честно, мало буду наблюдать за дивидендами, естественно, буду наблюдать, но больше всего мне хочется, чтобы акции росли в цене. Да, друзья, кстати, давайте плюсики поставим вообще вот кому нравится идея фонда Spaceway. Это действительно, когда мы начнем получать первые прибыли, и да, пускай кто-то получил 100 долларов, но 10 долларов он перечисляет в этот фонд. Это социальное явление, я не видел этого ни в одной корпорации. И то, что я вам, возможно, забыл сказать, кто выиграет, традиционные корпорации консервативного уровня, либо корпорации, которые развиваются через сетевое построение. Но, друзья, через сетевуху, развивая, через реферальные ссылки, без идеологии, без фундаментальной инженерной опоры, это как раз-таки скатывается все в сетевуху. Я могу это сказать про биржи, я могу даже сказать это про Uber, когда многие начинали этот бизнес в своих городах, потому что можно было через партнерскую программу зарабатывать. Но какие корпорации становятся действительно у всех на слуху и завоевывают этот рынок? Есть замечательная книга «Корпорация как религия». В ней рассказывается про компанию Ричарда Брэнсона, корпорация Virgin, про Harley Davidson, про Starbucks. И действительно, когда такие идеи, такие мысли прослеживаются у наших инвесторов, можно сказать, что мы создаем нечто более серьезное, чем сетевое построение корпорации. И это выливается уже в серьезное социальное явление масштабов, которого мир ранее не видал. По токенам, друзья. По токенам я могу сказать, я задавал этот вопрос Артуру. Он сказал, что до конца февраля обещали максимум обнародовать информацию. Ведется огромная работа. И если Сергей Анатольевич, кстати, я помню Сергея Анатольевича позицию по токенам ранее, и если сейчас он, говорит, ориентировался как-то до того момента, как Анатолий Эдуардович запретил ему упоминать бренд Skyway на токены, я могу сказать, что сейчас как раз-таки очень интересная фаза рынка, крипторынка. Потому что весь крипторынок сейчас ожидает некого экономического инженерного чуда, которое сможет реинкарнировать весь крипторынок. Да, сейчас все ринулись, например, в новую белорусскую биржу. И там, опять же, все развивается через рефералку. Но есть ли там идеология, друзья? Есть ли там видение на 10, 15, 20, 50 лет вперед? Естественно, нет. И если говорить про сравнение с Uber, допустим, друзья, я могу сказать, что вот та мотивация, которая толкала людей на ранних стадиях развития, порой какая-то меркантильная мотивация, но это был маркетинг несравнимый с теми компаниями, которые уже загнулись, либо пережили перезагрузку. А сейчас уже более глобальная идея в мыслях и в головах людей. Ну и, собственно, вьетнамцы, наши коллеги, тому пример. Они инвестируют, потому что они знают, что Skyway поможет пережить им любого вида погодных условий. Друзья, еще вопросы? Стройка сейчас идет на деньги инвесторов, нас с вами. Коллеги, еще вопросы? Не стесняйтесь. Инструменты. Вячеслав, на самом деле уже подготовлен скрип и скоро начнется активная работа по созданию автовебинаров. Это будет наша попытка для входа на холодный рынок. Мы будем обильно и очень, так скажем, без лимитов поливать холодным трафиком. Мы посмотрим, как эта система будет работать. Будет автовебинар вводный, автовебинар мотивационный, юридический, технический. И, собственно, далее уже мы придем к концепции чат-ботов. Ну и лендинг. Я лично спродюсировал в конце декабря 2018 года. То есть примерно неделю времени заняло. Время от времени, выделяя этому свои часы, он появится, я думаю, что в ближайшее время на территории Skyway Capital. Это очень свежий, очень продуктивный лендинг, который дерзкий и актуальный, как и сейчас все развитие компании Skyway. Продолжение следует... Будет просто бум и взрыв. В апреле инвесторам можно ли будет поехать в Арабские Эмираты? Если это не будет закрытая территория, то, конечно, будет. Так, друзья, я думаю, что кто-то подустал, кто-то под побили информацию, перекалился. Вы перезагружайтесь до следующей среды, через среду, через неделю будет традиционный технико-экономический вебинар. Я думаю, что вы увидели, что максимально стараюсь освещать и тренды, и не только взгляд на новости Skyway, чтобы новички, кто только присоединяется к нашему полю Skyway, к нашему народу Skyway, знали, что видение у нас более глобальное, чем у наших конкурентов, и, собственно, не присоединяться каких-либо причин просто нет. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Счастливо, друзья! Счастливо, друзья!